Добрый день, господа и госпожихи-маглы! Я так полагаю, ваша миска опустела. Что ж, я принес вам немножечко перловки. Снова по вселенной Гарри Поттер, да, некоторые наверняка ждали чего-то иного, но жизнь вносит свои коррективы. Что ж, не будем тянуть кота за Хогвартс, да, давайте начнем. Сразу должен предупредить, что сегодня в нашей, так сказать, перловке будет довольно-таки много пикантности, поэтому ролик идет под грифом 18+. Впрочем, если кого-то смущают, как говорят культурные люди, пэринги, то давайте сразу 40+, чтобы, так сказать, два раза не вставать. Ну и начнем. Его палочка была волшебной. Ну, то есть вы уже понимаете, да? Его палочка была волшебной. Нагнувшись еще, Гермиона увидела из-за плеча, как он ходит в ее лона, держа ее на весу и двигается, громко дыша своим большим членом. Зачем я это вставил в начало? Гермиона кудахтала, как взволнованная курица, и махала крыльями. Ага, оценили уже, да, настроение всего ролика? То ли еще будет. Это только начало. Смиритесь. Парень не заметил, как задумался, и застрял с Симусом в проеме портрета, который вел в подземелье. Ничего так. Прямо как Винни-Пух. Ау, произнес Симус, почувствовав, как они застряли, прижавшись друг к другу. Дин попытался протиснуться и дернулся в сторону. Выпав из картины вдвоем, Симус обнаружил, что лежит на своем товарище. Чувак, ты как? Ну, во-первых, сразу хочу сказать всем громарнации, приготовьте салфетки, кровь будет из ушей литься поболее, чем когда вы смотрите мои ролики, где неправильно составляя причастные, где причастные обороты, да. А во-вторых, на заметку всем фикрайтерам, как вы и сами себя называете, да. Ребят, если вы используете чужой антураж, то, пожалуйста, соблюдайте его рамки, потому что чувак в рамках антуража Гарри Поттера смотрится точно так же, как не знаю даже с чем сравнить. Ну, в общем, херово оно смотрится, не надо так. Ты знаешь, Белл? Я так понимаю, Белатриса, да? Ты знаешь, Белл? А эти Белл, кстати, это колокол, да? Белл. Ты знаешь, Белл? Все так же равнодушно пожал плечами темный лорд и, неторопливо доставая палочку, ответил. А это темный лорд, я должен зачитывать голосом темного лорда. Я действительно любил Гарри и не мог смотреть в его полные боли и ненависти глаза. Я убил Сириуса, и ему было больно. Я убил Сириуса потому... А, Северуса. Я убил Северуса потому, что иначе они бы с Гарри начали встречаться. И я все равно убил бы его, причинив мальчику новую боль. И я бы убил каждого, посмевшего приблизиться к моему Гарри. И он... Сейчас. И он стал бы ненавидеть меня еще больше. Но если ты мертв... Но если ты мертв, ты не можешь чувствовать боли. Ты не можешь ненавидеть. Золотой фон цитат. Где ты когда-то так нужен? Должно быть, ты слышала, что он сказал перед смертью. Нет. Он сказал, я вернусь к тебе. И слова твоего кузана Сириуса, я вернусь. А это значит, что Гарри больше не больно. Спасибо, что выслушала, Белл. Мне стало легче. А вот и кедавра! Господи, боже мой, сколько драматизма, серьезно, ребята. Это нечто. Это нечто. Ох. Да. Встречаешь ты такое на просторах интернета. Рон поставил на стол уже пустую бутылку с маслопивом и впервые посмотрел на Невилла. Ох уж мне это маслопиво. Гораздо круче, чем мой Эстус. А, кстати, где он? Забыл. Ну, ладно. Маслопиво. Не хочу даже знать, из чего оно делается. Нет, конечно, на самом-то деле рецепт сливочного пива, он существует. Джон Роулинг его сама составила, и туда входит масло, обычное сливочное. Но, когда читаешь название маслопиво, лично у меня в голове почему-то ассоциация происходит с машинным маслом. И вот такое мне пить уже совершенно не хочется. Оцените диалоги, кстати, вот сейчас. Ты видел это? Нет. А ты? А я видел. Но как? Вот так. Ты не можешь говорить без толчка. Наконец выдал темный лорд. Ну, это, кстати, проблема очень многих блогеров. Мы не можем говорить без толчка. Впрочем, о ком, в принципе, так нельзя сказать. Да? Гарри вздохнул и распахнул дверцы шкафа. Сначала ему показалось, что она слеп. Потом он понял, что в шкафу просто очень темно. И лишь затем сообразил, что такой эффект создает одежда, висящая в шкафу. Вся черного цвета, непроницаемого черного цвета. Вот это и называется имидж, хмыкнул Гарри. Во-первых, он очень сообразительный, долго уже до него доходило, да? Во-вторых, ну, что сказать? Нарнии не нашлось. Обидно. Другая дума же этот Гарри, блин. Кругом летали заклинания, и тогда драка спрятался вззади Снейпа. Классика. Ну, помните, такое же было в фанфиках по Звездным Войнам? Вот. Можно сказать, это в каком-то роде кроссовер. Кроссовер, который мы заслужили. Профессор, не надо, сказала Гермиона. И он оторвал от нее губы. Кровавая баня какая-то. И внимательно смотрелся в ее лицо. Я не могу, я так давно не спала с мужчиной. Я понимаю. Про шеп Птал, Птал, Снейп. Типичный Хогвартс. Кхм-кхм. Про Шеп Топтал. Это пять. В класс с грохотом вошел суровый профессор Снейп. Видимо, запнувшись о поребрик. Нет, как же это называется-то? О порог, да, о порог. Тоже сурово. У Пенси Паркинсон есть свои причины, чтобы оттискать Хагрида. Ну, маленькая опечатка. Вместо И написали И, но как изменился смысл предложения, я бы на такое, кстати, посмотрел. Это гораздо лучше, чем классические там Рона Гермиона, там, Гарри и Джинни или Гарри и Снейп. Ой-ой-ой. Тьфу ты. Мерзость какая. Вот, а на это я бы взглянул. Не работает. Очень романтичная история любви Рэмуса Люпина и его ученицы. Там и Снейп имеется. Это предисловие, как я понимаю, какому-то фанфику, только знаю я, как там у вас Снейп имеется. Звращенцы, чертовы. Пристроив книжку на краешке ночного столика, Снейп принялся яростно тереть полотенцем мокрые волосы, безжалостно их спутывая и чирители не с корнем вырывая целыми прядями. Вот что бывает, когда долго не моешь голову, забываешь, как пользоваться полотенцем. Ей-богу, лучше бы он ее и дальше не мыл. Лысый Снейп, я такого не переживу. Хотя, после того, что тут с ним делали, даже не знаю, что хуже. Гарри попытался взять у Хедвик принесенное письмо, но сова отчаянно сопротивлялась. В конце концов, она засунула его туда, откуда Гарри побрезговал его доставать. Заметьте, как в фанфиках вместительно описываются те самые места, из которых любой бы, наверное, побрезговал что-либо доставать. Надеюсь, это не личный опыт. Надеюсь, это просто больные подростковые фантазии. И надеюсь, что это писала девушка. Ну ладно, неважно. Снейп шел по коридору. Черная мантия развивалась строго параллельно полу. Снимая баллы со всех подряд. Ну, во-первых, да, шел он, наверное, очень быстро. Я бы даже сказал, летел, раз мантия развивалась аж параллельно полу. И, как вы видите, мантия, снэп, не менее суровый, чем сам снэп, и занимается своей прямой обязанностью, то бишь, снимает баллы со всех подряд. А почему этим занимается мантия, спросите вы, а не сам снэп? Потому что снэпу некогда. Вот. Потому что сам снэп занят немножечко другим. Он занят, как вы видите, из этого всего, да, снятием трусов с Гермионы, например, отрыванием ее губ и вглядыванием потом в лицо. Вот, если из всех этих перлов составить один большой рассказ, получится нечто гораздо более веселое, чем тот машинный рассказ о завтрашнем искусственном интеллекте, который я тогда читал, да? Я думаю, да. Если кто-то за это возьмется, то тогда царство ему небесное, короче. Его вернее психике. Дамблдор запер дверь и подмигнул половинкой. Том приготовился к самому худшему. Он знал, что его криков все равно никто не услышит через толстую дверь. Ну, казалось бы, речь идет об очках половинках. Но подмигнуть очками это все равно нечто такое сюрреалистичное. Однако, глядя на последнюю фразу, создается впечатление, что речь идет о какой-то другой половинке. Например, ягодицы. Честно говоря, я даже знать не хочу. Снэйп смотрел, как исчезает в пасти змеи тело преподавательницы маглолюбства. А вот на эти курсы я бы, кстати, походил, да. Даже если бы там было не про секс. Просто от любопытства. Ну, посмотреть чисто, что ж там такое преподают-то. Нам маглолюбствие. Мне пора в отстрал, сказал Снэйп. Ну, даже если учесть, что никакого астрала в мире Патриана не существует, все-таки это очень такой изящный способ завуалированно сказать, что он хочет в туалет. Заметьте. Ох уж эти британцы. Кубок школы уже второй год подряд держали в своем плену Ревенкло. Вот твари. Куда смотрит организация по защите прав кубков? Надо послать туда парочку своих агентов, там, не знаю, Увизлева и Поттерова, да, чтобы они посмотрели на шпиль. Говорят, Хогвартси очень красивый шпиль, пусть наведут там порядок. Глаза ее, глаза ее, судорожно рыгали по строчкам, а сердце колотилось в предсердиях. Помимо замечательной очепятки, я так понимаю, здесь, пытаясь сказать, глаза судорожно бегали. С другой стороны, это что там, Т9 так постарался, что сразу две буквы попутал. Ну, короче, мало того, что глаза там рыгают по строчкам, то еще и сердце колотится в предсердиях, и что это за мутант такой? Они бы еще написали, что-то типа спина моего позвоночника захрустела. Это, если что, не рекомендация, не надо так писать, не надо, обливеет. Убери от лица свою задницу и не мешай мне работать, изрек Люциус и хлопнул в ладоши. Да, непростая работенка у Люциуса. Чем они там занимаются? Урод шарамированный. Вот это вот я понимаю обзывательство. Просто вот как декорация, вернее, как суть всего, что происходит обычно в фанфиках. Вот. Вот что бывает, когда какой-нибудь попаданец из деревни там, не знаю, нижней жопки оказывается в Хогвартсе, где сплошные сыры и сырихи и все такие прям целомудренные, двусрачки, что будучи подростками в пубертатном возрасте даже не думают там, не знаю, друг другу под юбки заглядывать до самого выпуска. Такие вот дела. Глаза Малфы, опять глаза, да, попытались покинуть насиженное место. Потрясающе. Главное, чтобы он их не выкинул в лес. Кто помнит, тот помнит. Кстати, хотите узнать, кто вот подобный пишет? Это пишут мутанты. Потому что люди так не умеют. Вот смотрите. Блять, Поттер, ветеевато вы ругался профессор коджер, гари, подлез к его полуглевому члену и захватил сиренево, то розовую головку в плен губ и зубов. Я думал, он сейчас напишет губ и зуб. Это было бы, это было бы прям рэпчик. Так, Гарри не сумел, Гарри не умел делал ме-нет, но стал сосать, вот тут мягкий знак лишний, сосать тут прозвучало бы лучше, в свое удоволствие и профессору было немного непосебеот того, что это ученик и сын его любимой Иврага, любимой Иврага, птица такая Иврага, что не знали что ли ее? Его детских точка в сменении, вот оно что, Михалыч, ну, у вас еще остались сомнения, что это написал не человек? У меня нет, единорог благодарно махнул глазом и, наверное, еще и вильнул тазом, Чего же они так зациклились в этот раз на глазах-то? Хм... В небесах над Хогвартсом разверзлась черная матка темного лорда, наводившая десятилетиями ужас на весь магический мир. Не ядрить проблему этих магов? Опечаточка, но опечаточка славная. Снэп огляделся, опять Снэп, бедный Снэп. Снэп огляделся и, пока его никто не видит, сел на перилы лестницы и скатился по ним. Его мантия зацепилась и к ногам Тамблдора упал совершенно голый Снэп. Что, под мантию уже одевать ничего не принято, что ли? Там, не знаю, рюшечки, трусики, колготки с кружевами. Я понимаю, что это звучит бредово, но это вполне в духе вот этого вот говна. Гермиона почувствовала, Гермиона, не Снэп, почувствовала, как напряжение слегка опустило желудок. Профессор МакГонагалл всегда неистово защищала своих гриффиндорцев, и на какое-то мгновение Гермиона страстно пожелала получить возможность вместо Снэпа выйти замуж за МакГонагалл. Страсти раскаляются, да? Вот. Надеюсь, в фанфике все-таки обыгрывалась классическая ебля Снэп и Гермиона, а не вот это вот, то, что нам тут предлагает СмакГонагалл, потому что это как-то уже, ну, совсем не круто. Вот. Кстати, а где посмотреть тот батл, на котором, как там, напряжение опустило желудок? Дамблдор говорил мне, что у Севереса часто болит матка. Ну, классика, опечаточка, да. Черная матка. Вдруг Северес поднялся, увидев бабочку, перелетающую от цветка к цветку. Какая прелесть! Ну-ка, ну-ка, иди ко мне, просю-сюкал Северес. И принесся носиться за бабочкой. В каком-то фильме был такой момент, помните? Когда сильнее всего обдолбился? Когда сильнее всего обдолбился? Ну, не знаю. Кстати, ребят, если помните, что это за фильм, напишите, пожалуйста. Давно еще никак найти не могу. Вот этот вот момент просто шикарно описывает все происходящее. На полу лежала смущенная Ногайна. Наверное, от слова нога. А на ее голове стояли тапочки педегрю. Ну, хоть не педегри, уже неплохо. Который залез на лорда и любил его. Потому что закусывать надо. Мудрая серая борода Дамблдора, понимающая распушилась. В отличие от своего владельца, она не была геем. Парам-парам-пам. Пиу! Ну, хоть борода держалась до последнего. Мое почтение. Гермиона, не сдержав напора мыслей, побежала в туалет. Бывает. Снэй попал на кровать и радостно облегчился. Этот до туалета не добежал. Тоже бывает. Гарри подошел к креслу. Уже боюсь дочитывать. Надеюсь, он там не обосрался тоже за компанию. Гарри подошел к креслу. Посмотрел на пылающий камин. Поежился. И сел в него, пытаясь согреться. Мне почему-то сразу вспоминается та собачка из мультика «Атлантида», часть вторая, которая все лезла в камин, чтобы согреться. Ученики! Макгон-Нагал обвела класс строгим взглядом. К завтрашнему дню я прохерю ваши работы. Трудные будни у учителей Хогвартса. С другой стороны, если предположить, что пишут они примерно вот так же, как здесь, то я бы тоже их все работы прохерил. Раз и навсегда. А, кстати, знаете, почему Снэйп так всеми любим? Сейчас расскажу. Пора. Снэйп трансфигурировался. Как Хогварте же нельзя. Мисс Грейджер, мне все можно. Но не прелесть ли? Казалось бы, ничего смешного, но... Просто, ну, хоть такой маленький островок радости за Северуса. Серьезно. Где его не ебут в жопу. Не знаю, где он там не наряжается в платье. Где он не валяется голым перед Дамблдором. Упав с перил, там, не знаю. Ладушки. Как сказать, хорошего понемножку. Мир Гермиона решительно движением вбежала в комнату и распахнула дверцы шкафа. Оттуда со стуком выпал Волдеморд. Вот тяна. У кого-то в шкафу скелета, у кого-то Волдеморд. Почему бы и нет? В этом мире все возможно. Если не опохмеляться. Все, что видела соба перед смертью, это попу Гарри. И летящую навстречу ей землю. Навстречу кому? Попе, что ли? И слышала голос, говоривший ей о Вадакедавра. Я специально это сказал шепотом. Потому что такое ощущение, что сказали ей это нежно на ушко. Так, собственно, вопрос. В чем, позвольте. А от чего же скончалась соушка-то? От Вадакедавра или от того, что ей навстречу летела попа? Или как там? Или ее, походу, зажало между попой Гарри и землей? Тогда интересно, а что же после этого стало с попой Гарри? Столько вопросов, а ответов нет. Жалко. Жалко. Вот, кстати, название фанфика. Название Гарри Поттер 8. Жанр мега шедевр. Плюс слэш. Парринг. ГПДМА, ГПТМА, ГПАДЭ, ГПГГГПРУ, ГПГП. И еще кто-то. Саммари. Это, я так понимаю, описание. Новая и старая любовь Гарри Поттера встречаются. И влюбляются. В итоге Волдемор То, как всегда, недоволен и хочет убивать. Сюрприз, да? Северус Снэйп оказывается еще более тайной личностью, чем может показаться. И кто победит? Вы хоть что-нибудь поняли вот из этого? Я вот, например, ни хрена. Победит в чем? У них там намечается какой-то босс-файт, что ли? Вот это вот ГПДМ, ГПТМ. Может, это статы, которые нужно качать, чтобы победить вот Северуса Снэйпа в конце? Или Волдеморта, который тянется убивать? Вот. С другой стороны, даже вот эта вот хренота, она на Гарри Поттер 8 реально тянет больше, чем проклятое дитя. Гарри заплевывал свои волосы, стараясь их прилезать. Че же у них со Снэйпом-то одинаковые проблемы? Казалось бы, такие разные люди, а? Над Хогвартсом смыкалось. Че там смыкалось? Холодная хэллоуинская ночь была такой холодной, что старый балван Хагрид пытался растопить свою сторожку и сжег ее. Да ладно, серьезно, что ли? Потрясающе. У, какие мы любопытные! Малфы усмехнулся и сделал Гермионе козу. Нет, не так, подождите. Коза же делался вот так, помните, как в фильме «Джентльмен удачи»? А Гермиона должна была закричать «Милиция! Хулиганы зрения решают!» Решают. Перед ним прошли деревья. Вспоминается этот, как его, частушки-то про море. По реке плывет бревно, и глазами хлопает. Ну и пусть себе плывет, наветенты не нужны. Море я, море я, дядяр-харь. Да, ладно, сегодня. В общем, суть мы уловили. Да. А вообще, мне кажется, это действие должно происходить под музыку из Кинзадза. Тут ей резко захотелось... Не-не, все правильно. Тут ей резко захотелось отрыгнуть. Я думал, отпрыгнуть. Отрыгнуть, чихнуть, засмеяться, сказать что-нибудь пошлое. Хихикнуть и сплясать одновременно. Но вышло у нее что-то сумбурное, и ее стошнило на друзей. Я не люблю шутить про наркотики, но, походу, хороший был героин. Как помните в том пупе про Oblivion? Everything smoking! Quack! Вот. Гермиона изменилась за лето. Очень негативно. Саммари. Ну, как мы поняли, как я понял, это описание вот этих вот фанфиков, да? Саммари. Чего бы не писать просто описание? Чего пендриваться-то, емко? Умеет ли любить гордый аристократ? Оказывается, умеет. ООС персонажей имцест. Оценили? Имцест. После этого вы продолжаете меня спрашивать, что как-то я вот, наверное, неправильно отношусь к фанфикам, что есть хорошие... Имцест. Рон развлекался как мог. Шутил, поясничал, потрунивал пару раз, даже довольно сильно ужалил Гарри. А я думал, жалко у пчелки в жопке. С другой стороны, это очень похоже на Рона. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска... Вот. Вот это. Гермиона вошла в замок, а в голову Северса Снэйпа пришла неприятная мысль. Все было бы куда легче, если бы он воспользовался своими великолепными способностями и заглянул в голову этой нахалки. Но ведь это такая мелочь, чувство Гермионы Грейнджер. В затылок врезался увесистый снежок, и черные волосы повелели от снега. Ну, он же не малолетка какая-нибудь, чтобы отвечать на подобную дерзость. Нет. Он не будет швырять снежком в ответ. Он просто закопает ее в сугробе. И знаете что? Несмотря на довольно-таки странную и курьезную последнюю фразу, я сказал бы, что вот этот вот, этот вот отрывок даже перлом назвать нельзя. Это нормальный, интересно написанный, я бы даже сказал, отрывок. Не более того. И я специально поставил его в конце, чтобы показать, что, ну, действительно, не все так плохо на фронте фанфиков. И время от времени и вправду встречаются интересные работы. Ключевое слово – встречаются. Но в основном, к сожалению, встречается вот это. И бывалый зритель спросит. Либрариум, а где вот это вот все, вот это вот все, собственно говоря, встречается? Ну, вообще, на самом деле, везде, повсюду в интернете. Просто вбивайте. Перлы из фанфиков по и название того, что вам нравится. Я, например, часто заглядываю в группу «Профессор поцелуй», названную в честь еще одного перла. Можете тоже зайти туда, эту группу ВКонтакте, и почитать. Там этих перлов вот столько вот. И как я выяснил, те самые перлы, которые были в первом выпуске, они, оказывается, тоже были оттуда. Но так как я читал это все еще в 2012 году, у меня даже мысли не было о том, что где-то какие-то группы могут вообще существовать на этот счет. Да, поэтому не был в курсе. Поэтому, если вам мало, вы всегда знаете теперь, куда можете... Еще раз. Короче, вы знаете, куда идти за добавкой, да? Вот. А я с вами прощаюсь. Не забывайте мыть руки перед колдовством, протирайте палочку, потому что коронавирусы и прочая хренота, да? Вот. Все. Нокс. В Средиземье есть гора, самая высокая. Субтитры создавал DimaTorzok